Давайте без этого сегодня тут обойдёмся, завоевать каких-то своих фанатов, какую-то свою аудиторию к этому самому серверу. Мобильная GTA-самповская сфера, вот всех вот этих вот, знаете ли, зафейлил Николай Бурцев. Опять-таки, про всё это было. Они все там, знаете ли, по полочкам, все по плейлистам, а всё можно, так знаете, детально рассмотреть, и там вот, знаете, без... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Забавно. Я нахожу всё это каким-то таким, знаете, ну, забавным, как минимум. Потому что, ну вот, постоянно какие-то проекты, которые вот хотели как-то вот во весь этот большой GTA-сам влиться на компьютере, чтобы в них там играли, чтобы на этих проектах там, я не знаю, донатили, делали все прочие вещи, и потом у них всё это не получается, и они переходят вот куда-то туда, в мобильную всю эту сферу, в мобильную всю эту, знаете ли, индустрию, если её так можно назвать. Хотя, самповская сфера-то она никуда не девалась, она просто перешла на телефон, и вроде как она там сейчас более-менее разрастается, более-менее как-то располагается, и, возможно, в будущем мы будем играть только в GTA-самп на телефоне, как, допустим, было. Но это не важно. Ладно, я хотел привести некоторый пример, но подумал, что он будет недостаточно корректный, и поэтому давайте без этого сегодня тут обойдёмся. Ведь сегодня мы с вами порассуждаем на тему того, вот как проекты, которые были вот когда-то там, знаете, на компьютере, которые вроде как вот подавали какие-то более-менее надежды, вдруг стали, ну, разрабатываться на телефоне после какого-то такого, знаете, закрытия. Ведь дело в том, что не так давно я захожу, вот, знаете ли, в Live Mobile для того, чтобы просто проверить, как там, что вообще вышло, какие там новости есть, что вообще можно обсудить в GTA-сампе за вот этот вот весь день, вообще, что произошло-то. И вижу, что там начали публиковать Эверест Рулеплей. Разумеется, скорее всего, я так полагаю, всё это начали публиковать после того, как вот им заплатили и всё такое, потому что до этого, насколько я могу помнить, Эверест Рулеплей вообще не публиковали. Что такое Эверест Рулеплей? Для людей, которые, я не знаю, там зашли, вот, начали играть в GTA-самп год назад, может быть, два года назад. Тем не менее, вот в каком-то таком, знаете ли, то ли в 2017 году, то ли в 2018 году был такой проект, разрабатывался, по крайней мере, и уже существовал, и уже там что-то делал, и вроде как даже рекламу у меня брал. Хотя, я могу ошибаться, потому что в то время прям вот был расцвет открытия всех вот этих вот GTA-самповских проектов, то есть их было прям, ну, очень много, и ты вот не знал, за что уцепиться тебе, там, я не знаю, каждый день приходили какие-то предложения по поводу сотрудничества, мол, вот, перейди к нам, на платную основу полностью, там, давай, давай, мы тебя уже ждём, и вот всё такое. Но потом, в один такой, знаете ли, переломный момент, всё пошло, ну, куда-то не туда. В общем-то, все рекламные предложения, они как бы сократились, и сервера перестали открываться, да и вообще, то есть, ну, всё как-то сжалось до вот тех размеров, которые мы имеем сейчас. То есть, там какие-то сервера открывались, какие-то закрывались, а какие-то, вроде как, пытались заявить о себе, но безуспешно, как вы можете понять. А серверов того времени, наверное, и не осталось. По крайней мере, если посмотреть на онлайн, на кого-нибудь лайфсампа, вот, вернее, мониторинга, либо же там Rockstar Bombit, либо каких-то прочих вот этих вот всех новостных изданий, в которых, по крайней мере, включён весь тот онлайн, то есть, все сервера, которые там есть, они все, знаете ли, такие старые, они все открылись давно и просто вовремя успели занять свою нишу, когда не было особой конкуренции, успели завоевать каких-то своих фанатов, какую-то свою аудиторию к этому самому серверу, привить, как-то, я не знаю, или что-то наподобие того сделать. И, в общем-то, вот так оно всё и осталось. А сервера, которые открываются сейчас, как вы можете понять, они, ну, ничего не могут. Просто потому что не хватает бюджета, не хватает, возможно, какого-то опыта. Да и, в общем-то, онлайн в GTA-сампе, который есть, он, в общем-то, и не меняется. Там какие-нибудь 30-40, ну, может быть, максимум сколько было, 50-60 тысяч человек. Вот всё это пиковый онлайн, который распределяется по всем тем серверам, которые я назвал раньше, которые есть в мониторинге и которые, в общем-то, всем известны. Именно поэтому, когда люди откроют какой-то новый сервер, разумеется, у них, ну, не хватает всего того, что я назвал раньше. Именно поэтому чаще всего они и закрываются. Но вот не так давно появилась новая сфера мобильная, GTA-самповская сфера вот всех вот этих вот, знаете ли, вещей, которые там, ну, вот как-то расположены, которые там вроде как присутствуют и которые, ну, вроде как, как лично я понимаю, как лично вот, ну, что-то там есть, в общем-то. Но, в общем-то, я думаю, что вы меня поняли. Вот появилась самповская мобильная вот эта вот вся сфера. И тоже туда уже пришли чуваки, которые заняли всё это место. Но, тем не менее, сейчас появляются новые сервера, новые стартапы, которые так или иначе пытаются завоевать какое-то доверие, которые так или иначе пытаются завоевать какое-то внимание. И нередко как раз-таки вот эти вот сервера, которые когда-то были на компьютере в годах вот этих вот всех, 2017-х, 2018-х и прочих, они пытаются вот влезть во всю эту сферу мобильную, чтобы завоевать как можно больше людей, которые, ну, вроде как, должны, ну, начать игру на проекте, вспомнив, что там было. И вот одним из таких проектов как раз-таки является Эверест Ролеплей. И вот мне интересно, а вообще смогут ли все эти проекты, которые не смогли на компьютере, что-то представить из себя на телефоне? Потому что, ну, вроде как, там есть своя аудитория, которая пополняется, которая, разумеется, ищет, где поиграть, но там уже и есть свои гиганты, которые завлекают всех к себе. Как, допустим, они есть в КРМП, там, Блэк Раш и Барвиха, так они есть и в САМПе. Что там, Сантропе, я не знаю, Флинн Мобайл, онлайн Ролеплей, вот что-то вот такое вот там присутствует. А в остальном, ну, я даже не знаю, как еще можно вот все это описать. Тем не менее, у проекта, который сейчас открывается в мобилке, при должном внимании, при должном умении, при должной сноровке и, самое главное, при должном количестве интеллекта у основателей, разработчиков и вообще вот всех этих пиар-менеджеров, которых они туда наберут, они, как бы, ну, могут более-менее выстрелить в этой самой мобильной сфере. Опять-таки, это вот, это не шанс. И вообще, Эверест Ролеплей тут взят просто для примера. Точно так же, на мобилку может перейти какая-нибудь Аврора Ролеплей, которая вот была в тех далеких временах, которую, опять-таки, зафейлил Николай Бурцев. Опять-таки, про все это был ролик на моем канале. Вы можете все это посмотреть. С недавних пор также на моем канале присутствует, там, знаете, отдельный раздел с роликами про многих GTA-самп-ютуберов, про которых вы, возможно, могли чего-то не знать, могли чего-то знать, но вот просто ролики для того, чтобы закрепить все ваши знания по всей вот этой вот теме. Они все, там, знаете, или по полочкам, все по плейлистам. Все можно, так, знаете, детально рассмотреть и, там, вот, знаете, без всего лишнего. То есть, все максимально круто сделано. Но, в остальном, конечно же, поживем, увидим, что там сделает Эверест Ролиплей, сможет ли он завоевать какую-то свою аудиторию на всем этом поприще мобильных GTA-самповских проектов. Вот, допустим, Аризона РП сделала порт своего мобильного, вот этого, вернее, сделала порт своего компьютерного сервера на мобилку и, ну, как-то получилось не сказать, что хорошо, но, тем не менее, они стараются, и, тем не менее, ролики по Аризона Мобайл до сих пор набирают какие-никакие, но просмотры. И это значит, что люди все-таки пытаются зайти, пытаются посмотреть, пытаются хоть как-то там во все это поиграть. А вот Эверест Ролиплей, ну, тут непонятно. Тут уже нужно будет смотреть, как они выстроят свою рекламную кампанию, как они выстроят свои, знаете ли, обновления, как они вообще выстроят в целом взаимодействие со всеми своими игроками. Вот это вот мне будет как раз-таки интересно посмотреть, потому что по-другому, ну, просто непонятно вообще, как они будут существовать на этой планете, в этой вообще во всей сфере, и что вообще со всеми ними, ими, и вообще в GTA-сампе будет с ними или не с ними. В общем-то, неважно. Я играл на проекте Аризона Ролиплей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, ознакомливайтесь со всей информацией, там будет много всяких разнообразных вещей, и вообще много-много всего. Поэтому заходите, там есть мой никнейм Данте Коннор, там есть мой промокод NOTOXIC54, там есть в описании ссылка на мой телеграм-канал. Поэтому заходите, подписывайтесь, узнавайте всю информацию, и вообще будьте хорошими людьми. Увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже, либо же немного пораньше. Вот я даже не знаю, как там всё это будет. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok